Привет! Представься, пожалуйста, расскажи из какого-то города и почему приехал сюда. Здравствуйте! Я отцовывал меня Сергей. Я приехал из Ялты для того, чтобы получить раскрытие себя со Светланой Лавровой. Я уже второй раз в ретрите, поэтому я знаю, на что я иду, я знаю, для чего я сюда приехал. И со мной было жестко. В плане не то, что там били, а в плане того, что меня ругали, меня не то, что ругали, а корректировали, подсказывали, как мне нужно себя вести, какие у меня недостатки, на что обратить внимание, то есть без всяких поблажек, без всяких нежностей. То есть если во мне что-то есть, то мне говорили в лоб, вот ты вот такой-то, такой-то, вот такой-то, такой-то. Я не буду называть слова, которые меня здесь называли. Как ты думаешь, а почему именно с тобой вот такая форма максимальный какой-то, как ты описываешь, по крайней мере, в стряске, вот почему у тебя такая форма взаимодействия? Встречали люди. И во мне действительно много лени, какие-то зажимы, какие-то блоки, которые я не хочу сам убирать. Вся задача в том, что здесь не то, что там света тебе даст, а в том, что ты возьмешь от света. Если тебе надо это, ты это возьмешь и применишь. А если ты приехал для того, чтобы просто послушать, ну послушаешь и уедешь, и ничего не получишь. Ну это в принципе везде. Ты приходишь к зубному, показываешь свой зуб, он говорит, давай сейчас буду сверлить, ты встаешь и убегаешь. К зубному ты пришел, увидел весь процесс, а зуб ты не вылечил. Вот то же самое и здесь. Вопрос такой. А почему ты решил приехать уже дважды? Почему сохраняешь доверие именно к Светлане? Есть какое-то внутреннее чувство, что Света именно тот проводник, который нужен мне на сегодняшнем этапе моего развития. Как ты ее выбрал среди других мастеров? Вот много мастеров, много всяких роликов, куча сайтов, куча ретритов. Почему Света? Что срезонировало? Самое простое. Я был в Геленджике, она написала, что она будет в Геленджике на Дальменах, я туда приехал, мы с ней встретились. Не, ну то есть ты вот ее не знала, она просто прямо взяла, тебе написала, Сергей, здравствуйте, я Светлана Лаврова. Нет, нет, она написала где-то в каком-то чате, в каком-то там сообщении. Почему? Что срезонировало, что ты подумал, да, мне нужно поехать к этому человеку. Я же еще раз повторяю, есть внутреннее чувство. Вот я смотрю ролик, вот на тебя смотрю, ты красивая, ты мне нравишься. Классно, меня не видно, ребят, но я красивая. Тут за кадром, вот что происходит. Вот. И мне хочется к тебе подойти, сделать тебе комплименты, сделать тебе приятное. Я смотрю, идет тетка, толстая, жирная, брызшая, у нее жирные пальцы, от нее воняет потом, я к ней даже не подойду. Даже не буду обращать внимание, что она что-то говорит. Точно так же и в роликах на ютубе, вот сидит человек, что-то рассказывает. Естественно, вот из света идет естественный поток энергии. Настоящий. Неподдельный, неподкупный, ненаигранный. Все натурально. Ну, очень искренне. Я вот тоже разделяю с тобой это переживание, что простота, искренность это то, что и меня тоже привлекает. Да, а для того, чтобы узнать более подробно, что тебя интересует, для этого нужно приехать. Потому что одно дело, когда ты смотришь ролик, ты видишь информацию, которую человек дает. Но у каждого разума есть такие заторы, зажимы, как вот сейчас выражаются, стопоры, на которые ему нужно дважды повторить. Или повторить по-другому. И вот прелесть ретрита в том, что можно у светы спросить на какой-то вопрос-ответ. То есть она говорит, 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 ты переспрашиваешь у нее, она отвечает еще раз, объясняет один и тот же вопрос, объясняет несколько раз и до тебя доходит. Ну и потом энергии. В любом случае человек это энергия. Это еще было давным-давно всеми доказано. И Бог энергия, и человек энергия. Мы дети Бога. Я сейчас тебе задам интимный вопрос. Вот готов, если пустишь нас чуть-чуть вглубь себя, класс, нет, ну как-то общими словами тоже хорошо, можно так ответить. Запрос на ретрит какой? Зачем ты в этот раз приехал? Убрать из своего рациона всю молочку и мучное навсегда. Ну ты же не вопросы с питанием решаешь. Ну и естественно получить поддержку энергетическую, заряд, уверенность внутреннюю в себе. И какую-то распаковку еще каких-то способностей. А что произойдет, я не знаю. Какие способности откроются на сейчас, я не знаю. Для меня просто вот было таким важным наблюдением понять, что мы здесь не для того, чтобы перестать есть или начать есть, или там что-то есть, а что-то не есть, что цель, она вот в этом движении внутрь себя и в раскрытии, да, того потенциала, который у нас есть. Вот об этом бы хотелось поговорить. Вот какой был твой запрос, что ты хочешь изменить с помощью? Главный запрос, я хочу жить, я хочу жить долго, красиво, счастливо, богато. И не 150 лет, и не 600, а больше. Потому что столько много интересных дел есть на планете Земля, которые нужно делать. Очень много для этого нужно жить долго. Отлично. Давай поговорим про практики, которые мы здесь получили, все по отдельности, рассмотрим сейчас практику, которая давала света с бубном, медитация. Как это было для тебя, расскажи. Ну как, в прошлый раз тоже было просто бубно. Я мало что почувствовал. Ну как, обыкновенное что-то внутри себя, конечно. Каждый человек закрывает глаза и что-то видит. Точно так же я закрывал глаза, что-то видел, прорабатывал свое тело. Как это передать, что я видел, мало что. Ну то, что пойдут изменения, я уверен на 100%, что изменения пойдут. Пойдут. И я знаю точно, что если часто применять вот эту практику, то рано или поздно все равно распокоится. Мы в клетках работали здесь, чтобы проработать свои клетки. Я уверен, что даже если ты ничего не умеешь, даже если ты вообще полный ноль, но если ты начинаешь практиковать, у тебя обязательно это все получится и раскроется. Я не знаю, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы раскрыть все способности, которые говорит Света. Но вот знаю точно, что когда я начал заниматься вокалом, у меня вот такие были шины на связках. И мне сказали, что я вообще петь никогда не смогу. Я проходил несколько педагогов, и к одной пришел, и она говорит, ладно, хорошо, ходи. Я начал ходить. А как это связано со Светланой? Через 4 года я понял, что такое петь. Я начал петь только через 4 года. То есть, ладно, то же самое. А все в этом мире то же самое. Вот ты делаешь зарядку, у тебя фигура красивая. Если бы ты не делала зарядку, ты была вот такая. Точно так же и со Светланой. Практику начинаешь применять, начинаешь практиковать. Все везде. Ну, то есть, это очень важный момент. То, что она нам дала, это важно практиковать. По сути, это домашнее задание. Домашнее задание. То есть, хочешь ты, не хочешь, веришь ты в это или не веришь. Вот тебе дали, вот каждый, сказали, каждый вечер перед сном 15 минут. Волшебной палочки не существует. Ты сам себе волшебная палочка. Да. Да. Скажи, пожалуйста, какая практика оставила самое мощное впечатление за весь ретрит? Ну, конечно же, гвозь. Да уж. Это не почувствовать было трудно. Расскажи, как это было для тебя и какую роль проводник для тебя сыграл в практике на гвоздях? Ну, гвозди красивенькие такие все. Но когда на них встаешь, больно, азара. Ну, что мне тебе говорить, ты сама это знаешь. Вот. А какую роль? Ну, мне просто Юра говорила, что нужно делать, чтобы выпускать. Я кричал, как сумасшедший. Я думал, что я сейчас просто прокричусь немножко. Но кричал так, что уж голос сорвал. Какой у тебя запрос был на практику? С каким намерением заходил на гвозди? Ну, у меня главный запрос. Потому что у меня все складывается с этим. То есть начать делать зарядку, убрать молочку, мучное. У меня естественным образом потом перейду на сыроедение, малоедение. И автоматически все раскроется. То есть вот это вот все маленькие шажочки, которые мне Света в прошлом ретрите говорила, которые я не делал. Но в этом ретрите я уже буду делать. А в прошлом ретрите я просто отпустился на самотек. Отдал своему телу возможность делать то, что оно хочет. То есть есть все, что хочет. И я сумасшедшим образом поглощал молочку, сгущенку по две банки на ночь съедал. Молоко по два, по три литра выпивал тоже на ночь. Пиццу, лепешку, вот это вот. И как раз вот те вот продукты, которые как будто вот последний раз это вот все съедают. Но я знаю, что существует такое закон на Вселенной. Для того, чтобы избавиться от порока, его нужно удовлетворить. Когда ты полностью удовлетворен, накурился десятью сигаретами, ты уже не хочешь. Это точно. Ты наелся сгущенки? Да, наелся сгущенки, молока и мороженого. Килограммами и все. И сейчас уже до такой степени довел организм, что выпиваю стакан молока. У меня сердцебиение очищается. Откусываю кусок лепешки, мне сразу в сон кладет. Опять же, мне тяжело, мне все колодит вот так вот трясет. Как с будуна, как будто пьяный. Скажи, пожалуйста, что ты мог бы сказать людям, которые, возможно, сейчас смотрят это видео и находятся в процессе принятия решения? Ехать ли им на следующий ретрит? Однозначно. А кому это нужно? Смотрите Светлану Лаврову ролик второй, третий, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Если заходит, все, езжайте. Если не заходит, не надо ехать. Езжайте к другому учителю, ищите. Но главное, в любом случае, если вы хотите чего-то узнать, чего-то постичь, раскрыть себя, нужно искать ответы и развиваться, искать. А ты когда ролики начал смотреть Светланы? В каком году? Незадолго до встречи с ней. То есть, примерно, месяца три-четыре. Полтора года назад, да? Да, где-то там. А год назад познакомились? Да. И сейчас вот уже второй ретрит, да? Да. А ты приедешь на следующий? Обязательно. На Алтай. На Алтай, не знаю. Почему? Я не строю планы, не знаю. Не могу сейчас ничего сказать. А зачем на следующий? Ну вот ты все узнал, вот ты знаешь, что молоко нельзя. Тебе там от булки хочется спать. На чем следующий? Следующий шаг, это полное очищение себя. То есть, переработка всех леток, способность регенерировать. Ну хорошо, а зачем для этого ехать к Светлане? Или зачем для этого ехать на ретрит? Ты же уже в этом формате. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну если у меня у самого получится перейти на неедение, на новый этап развития, на уровень осознанности и все мои способности, которые заложены изначально в каждом человеке, раскроются без Светланы, тогда я не поеду. Но я почувствую, что все идет по этапно, по шажочкам. Поэтому я в любом случае, да, даже если у меня все мои способности раскроются, я все равно приеду, потому что приятно в этом обществе находиться. Сергей, я благодарю тебя за ОТС, я очень надеюсь, что мы увидимся на следующем ретрите, может быть, даже на Алтае, может быть, не на Алтае. Буду рада, если ты поделишься своими успехами, реализациями, которые, я думаю, произойдут к тому моменту. Спасибо тебе за твой вокал, за твое творчество. Было очень приятно. Спасибо.